Добрый день, уважаемые пациенты. Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач-венеролог-уролог. И сегодня мы поговорим о симптомах трихомониаза у мужчин. Трихомониаз – это заболевание, передаваемое половым путем, которое вызывается влагалищной трихомонадой. Вообще, какие симптомы наблюдаются при трихомонаде у мужчин? Во-первых, первые симптомы, как правило, связаны с попаданием трихомонады. Поэтому это самые начальные отделы полового члена, это головка, это крайняя плоть, это начальный отдел уретры. Появляются, соответственно, покраснения, зуд, сжение, язвочки, потертости. То есть там, куда только внедрились трихомонады, и появляются как раз первые симптомы трихомониаза. Второе, через 7-10 дней, как правило, начинают появляться выделения. Выделения из уретры, выделения слизистые, слизистые гнойные, в ряде случаев пенистые, хотя пенистые больше характерны для женщин. Это связано с размножением сопутствующей газообразующей микрофлоры к трихомонадам. Эти выделения достаточно неприятно пахнут, как раз вот из-за этих чаще всего бактерий. Следующий симптом – это учащенное болезненное мочеиспускание, мочеиспускание, сопровождаемое сжением, появление мочеиспускания в ночное время, сжение при мочеиспускании зуд, это ощущение неполного порожнения ночного мочевого пузыря. Вот такие симптомы связаны с мочеиспусканием при трихомониазе мужчин. При распространении трихомонады в простату, что бывает достаточно быстро, буквально в ряде случаев достаточно 5-7 дней, при распространении трихомонады в яички, тоже достаточно быстро оно распространяется, это связано с наличием у трихомонады жгутиков. Появляются тупые тянущие боли в промежности, в области пупка, в области яичек, может быть при пухании яичек, покраснение мошонки. Соответственно, мочеиспускание может не только учащаться, но и затрудняться. Это уже осложнение трихомониаза. Чаще всего они, конечно, бывают при наличии не только трихомониаза, но и других инфекций, таких как хламидии, микоплазмы, уреоплазмы, гонореи и т.д. Трихомонада в этом случае поглощает эти инфекции и хранит их внутри себя, сберегая от действия антибиотиков. При трихомондах выделяют свежий трихомониаз, когда от заболевания прошло, как правило, относительно недолгое время, до двух месяцев, и симптомы заболевания достаточно ярко проявляются. И скрытая бессимптомная форма, она может начаться либо сразу, либо после явных симптомов, перечисленных, переходя вот в такую скрытую форму. При подозрении трихомониаза мужчин при любых симптомах берутся мазочки вот таким урогенитальным зондом на стекло и берется ПЦР-мазочек в пробирочку для определенной внутренней структуры ДНК. Назначаются для лечения противотрихомонадный препарат, такие, например, метранидазол, в сочетании с промываниями канала, вот для этого используется урогеал, для этого используются растворы серебра, такие проторгол, например, в сочетании с ферментами лангидаза, химотрепсин в виде инъекций и иммунными препаратами для активации противотрихомонадного иммунитета, например, это Панавир, например, это Аллакинальфа, который чаще всего также ставится в виде инъекций. При необходимости диагностики и лечения трихомониаза при появлении любых вышеперечисленных симптомов обращайтесь в наш медицинский центр платный КВД. У нас имеются все анализы на трихомониаз и мазочки, и кровь на трихомониаз. Мазочки у нас берутся исключительно безболезненно, венерологи обладают авторской методикой безболезненного забора мозжков мужчин, ну и, соответственно, после обнаружения назначается комплекс на лечение трихомониазом мужчин. Поэтому ждем вас в нашей клинике при любых симптомах трихомониаза. Спасибо за внимание.